МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На телеканале Первом и Тищенске время новостей. В студии Алина Савваш. Здравствуйте. Вместе с моими коллегами расскажем вам о событиях этого дня. Коротко о главном. На пантеоне защитников Отечества почтили память погибших воинов. Смелый, храбрый, готов на все, чтобы защищать свою Родину. 24 часа в сутки на страже безопасности. В преддверии праздника расскажем о том, как проходит рабочий день манищенских полицейских. Работа ежедневная. Наверное, сложно найти в других службах. Концерт «Сила мужества» объединил лучшие творческие коллективы в ДК «Яуза». Самые ловкие и меткие. Турнир по стрельбе выявил победителей среди общественных и муниципальных организаций. Руки дрожат. И чем дольше целишься, тем больше дрожат. Этот предпраздничный выпуск мы посвящаем нашим защитникам. Кто-то из них сейчас выполняет воинский и служебный долг, кто-то стоит на страже безопасности в тылу. Всех тех, кто пал за родину и кто продолжает сражаться за нашу страну, сегодня вспоминали на торжественном митинге у могилы неизвестного солдата. Репортаж Алексея Попова. Вечный огонь возле могилы неизвестного солдата – символ нерушимой памяти о всех, кто пал, сражаясь за свободу своей родины. Сегодня к нему возлагают цветы первые лица округа, военные, студенты и юно-армейцы. Несмотря на юный возраст, они уже сложили свое представление о том, как должен выглядеть защитник Отечества. Он должен быть смелым, должен быть решительным. Для меня защитник Отечества – это тот, кто всегда готов помочь окружающим, встать на защиту Родины и исполнять приказы, которые дает командование. Он смелый, храбрый, готов на все, чтобы защищать свою Родину. Затем участники митинга отправились на торжественную церемонию передачи останков красноармейца Михаила Георгиевича Говоритишвили, 1913 года рождения. Он пал смертью храбрых на Микензиевых горах в конце 1941 года, защищая свою страну от немецко-фашистских захватчиков. Боец был обнаружен нашим региональным отделением поискового движения России по городу Севастополь и опознан по записке солдатского медальона, которая у него была, и ребята смогли ее расшифровать. Мы нашли транспорт, который сможет доставить останки на Родину, где его ждет его внук. Боец будет погребен со всеми почестями в Грузии, рядом с могилой своей жены. Участники митинга также посетили экспозицию в музее, посвященную специальной военной операции. На стендах представлены фотографии военнослужащих и их награды, а также современное обмундирование, средства защиты и оружие. Здесь собрана память о новой странице истории. Алексей Попов, Михаил Петров, Первый Матичинский. Еще одна церемония возложения цветов состоялась у мемориального комплекса «Вечный огонь». На митинге собрались военнослужащие, ветераны, юнормейцы и жители округа. В знак глубокого уважения они почтили память павших и отдали дань уважения тем, кто сейчас стоит на защите страны. Патриотическую тему продолжит Татьяна Горностаева. У мемориального комплекса «Вечный огонь» играет военный оркестр. Рядом расположены мольберты с фотографиями героев-матищинцев, участников специальной военной операции. В этот день мы традиционно собираемся у мемориального комплекса «Вечный огонь», чтобы выразить уважение и благодарность защитникам Отечества. На митинге звучали слова благодарности и уважения тем, кто мужественно защищал родную землю от захватчиков. В память обо всех погибших объявили минуту молчания. В этот раз традиционное праздничное мероприятие было наполнено особым смыслом. Ведь именно от сегодняшних защитников Отечества, их мужества на передовой, зависят мир и спокойная жизнь жителей нашего округа и страны. Я от всей души поздравляю наших военнослужащих с этим замечательным праздником. Мы сегодня вами гордимся и хотим гордиться вами в будущее. Хочу пожелать вам крепкого здоровья, стойкости духа, оптимизма и веры в настоящую и дорогую для нас всех победу. Любая победа достигается высокой ценой. И вот об этой цене мы всегда должны помнить, чтобы она была заплачена не зря. Все заводы производят военную продукцию. Наша церковь приходит на фронт. Мы все делаем все возможное для того, чтобы наша победа наступила быстрее. С праздником вас, дорогие митичники! Величественно и торжественно звучит государственный гимн России, который считается одним из самых узнаваемых во всем мире. Дети и взрослые знают слова наизусть. Под сопровождение оркестра мытищинские военнослужащие возложили к вечному огню венок из еловых веток, украшенный живыми цветами и лентами триколор. Традиционно к монументу возложили и красные гвоздики. Вечный огонь напомнил всем присутствующим о цене победы. И пока он горит, в сердцах людей будет жить память о великом подвиге. Торжественное мероприятие продолжилось во Дворце культуры Яуза. Перед большим праздничным концертом у всех была возможность согреться и выпить чашку чая, поговорить и принять участие в сборе гуманитарной помощи. Сегодня у нас представлены ручной работы товары, которые делают наши рукодельницы, наши волонтеры. И все собранные средства, которые будут выручены сегодня на ярмарке, по QR-коду будут направлены на наш официальный расчетный шорт звердбанка. Далее эта сумма пойдет на помощь мытищинским бойцам. Настоящим русским героям была посвящена праздничная программа, которая прошла при полном аншлаге. Этот день надолго запомнят и юные жители, которые торжественно вступили в ряды юнормейцев. Поздравляю вас с принятием с отрасльной пятой! Ура! 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 Под аплодисменты зрителей лучшим из лучших вручили знаки отличия. АПЛОДИСМЕНТЫ На сцене звучали песни о подвигах, героях, защитниках Отечества. Каждый номер и постановка тронули сердца зрителей. Татьяна Горностаева, Максим Силай, Первый мытищинский. Среди тех, кто был отмечен наградой за доблестный труд, начальник участковых и уполномоченных Денис Харутца. Свой день защитника Отечества он, как и всегда, отметит на работе. Потому что у полицейских не бывает выходных. Они всегда стоят на страже безопасности и покоя граждан. С нашим героем пообщался мой коллега. Денис Харутца, начальник отдела участковых и уполномоченных и подразделения по делам несовершеннолетних, владеет всей информацией по оперативной обстановке в каждом микрорайоне городского округа. Проблем немало, но и перемены разительные. Ушли в прошлое представления о временах примитивного гопстопа, форточниках и тому подобной «романтики» в кавычках. В условиях современного мегаполиса люди по-другому себя ведут, по-другому живут. И мошенники тоже. Как знак времени появление в людных местах вот таких предупреждений об опасности. Дистанционные мошенничества нарастают, как снежная лавина и могут коснуться каждого. При любом звонке, либо о том, что, как здесь указано, у вас родственник попал в беду, либо звонят от оператора связи, вот новый вид мошенничества, звонят, предлагают поменять сим-карту либо продлить договор. По каждому из этих случаев я предлагаю звонить в дежурную часть МОИВД России Матичинская и сообщать о таких случаях. И, естественно, никому никаких денег не переводить. По всем данным, сегодня действует разветвленная сеть мошенников. И в ее сети попадаются люди любого возраста. От 18 до 70 и более лет. Не делайте опрометчивых шагов, а знакомьтесь с этими простыми правилами безопасности. Сегодня, когда многие люди подчас не знают даже своих соседей по лестничной площадке, при конфликтных ситуациях не знают, куда и обратиться. А помочь может участковый. Участковый – это без каких-то громких слов, это максимально универсальный боец, сотрудник, единица рабочая, как угодно можно называть. Потому что такие сферы жизни, которые охватывают его работа ежедневная, наверное, сложно найти в других службах. В функции участкового входит и охрана порядка, и оперативная работа, и дознание. А если добавить сюда и большой жизненный, и профессиональный опыт, то к такому человеку будет полное доверие жителей микрорайона. Хотя не стоит забывать, что кадровый вопрос по-прежнему не из простых. Особенно в новых микрорайонах, где только воссоздается структура социальной жизни. Здесь, в микрорайоне, где мы находимся, здесь нагрузка порядка 15 тысяч на одного участкового. То есть мы понимаем, это пятикратная нагрузка тому, что было там 15 лет назад. Такова специфика новых микрорайонов. И хотя повсюду видны камеры видеонаблюдения по программе «Безопасный регион», заглянет в каждый подъезд, в каждую квартиру, чтобы установить контакт, непросто. В первую очередь направлено на работу с жителями и со старшими по домам. То есть напрямую зачастую обойти ему все квартиры, все подъезды, все дома, не представляется возможно в течение года. Служба участковых уполномоченных в новых микрорайонах делает свои первые шаги, осваивает новые технологии, учитывает все возможные перемены и так уже усложнившиеся жизни. Сергей Берзин, Максим Силаев, Первый, Мытищинский. Далее расскажем о молодых сотрудниках Дорожно-патрульной службы Мытищинской госавтоинспекции, которые с детства мечтали носить форму и быть защитниками Отечества. Ежедневно инспекторы ДПС Даниил Дубченко и Данила Вакарчук предотвращают аварийные ситуации и охраняют покой граждан. Анна Смирнова продолжит. Ночью и днем в непроглядную метель и летний зной. Инспекторы Дорожно-патрульной службы всегда на посту. И День защитника Отечества они тоже отметят на рабочем месте. Даниле Вакарчуку 22 года. Он уже лейтенант полиции. Отслужил в армии и начал свой путь в органах внутренних дел. Работу свою любит и выполняет самоотверженно, с энтузиазмом. Последнее время больше направлено на профилактику нарушений. Больше проводится разъяснительный бесед с гражданами, с водителями, пешеходами. Часто также приходится слушать слова благодарности в свой адрес за оказание помощи на дороге в том числе. И служба не из легких. Приходится работать днем и ночью в разных погодных условиях. Но меня это не останавливает и не пугает. Я сам сделал этот выбор. Стараюсь с честью и достоинством нести службу на пользу обществу. Молодой инспектор постоянно развивается. Сейчас получает высшее юридическое образование и собирается уверенно расти в карьере. Большая страсть Данилы – спорт. В свободное от службы время он пропадает в зале. Среди его достижений – первый взрослый разряд по джиу-джитсу и самбо. Он грезит о мастере спорта и считает, что любой уважающий себя полицейский должен быть в отличной физической форме. Для меня спорт – это перезагрузка после тяжелого рабочего дня. Я считаю, что настоящий сотрудник полиции должен быть как духовно, а также физически. Развиваться в спорте и подавать пример детям, своему подростковому поколению. Его коллега Даниил Дубченко – старший инспектор ДПС, более опытный сотрудник. Еще будучи мальчишкой, он мечтал носить форму и быть защитником Отечества. Перед глазами был пример для подражания. У меня есть очень яркий пример. Это мой отец, который работал сотрудником ДПС, еще в милиции. Поэтому я осознанно пришел в эту службу. Мне все время хотелось помогать людям. Мы всегда готовы прийти на помощь гражданам, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения. Спорт для Даниила Дубченко – также не просто увлечение. За спиной сотни упорных тренировок на ринге. В копилке немало медалей. Но на достигнутом старший лейтенант останавливаться не собирается. Я неоднократный чемпион России среди Министерства внутренних дел по рукопашному бою. Призер чемпионата России по кикбоксингу. Я являюсь мастером спорта по кикбоксингу и мастером спорта по рукопашному бою. Но спорт для меня не только восточное единоморство. Соответственно, это и закалка, и ранние подъемы, пробежка с собакой. В следующий раз, когда инспектор ДПС в Мытищах остановит вас на дороге, возможно, вы узнаете в нем наших героев, наших защитников Отечества. Анна Смирнова, Первый Мытищинский. На праздничном концерте «Сила мужества» творческие коллективы Дворца культуры Яуза представили свои лучшие номера. Вся палитра достижений в искусстве вокала, танца, оригинального жанра в исполнении юных артистов стала настоящим подарком жителям, заполонившим зал ДК. С места событий – мои коллеги. Концерт – как полет фантазии. Каждый коллектив представил лучшие грани своего мастерства. Уже с первой песни «Моя страна» эстрадные вокалисты вместе с ученицами студии танца «Трафик» задали рисунок концерта, и стала видна его направленность. А это – сама история образа защитника Отечества с древнейших времен и до наших дней. В какие былинные времена она уходит? Откуда она – сила богатырская? А когда-то она начиналась с таких же юных подростков, помощников и будущих защитников. Начиналась она и с мужества матерей и жен, их твердости духа. Это – композиция в исполнении школы танца с клинками «Орден Феникс». Многое тогда выпало на долю народов России, но всегда выручала помощь соседа, друга, побратима. Как в этом танце «Шалахо» детского многонационального ансамбля «Джигит». И кульминацией вечера стал творческий номер «Небославян» в исполнении Алисы Денисовой. Ни один номер не оставил равнодушными зрителей. Они отплатили вдохновенным артистам бурными аплодисментами. Сергей Берзин, Первый, Мытищинский. В округе стартовал фотопроект «Я люблю Мытищи-2024». Для первой экспедиции фотографы выбрали один из самых значимых памятников города – Екатерининский водопровод. У участников тематической встречи был шанс не только познакомиться с историей, но и выбрать удачные ракурсы для снимков. Репортаж с уникального режимного объекта продолжит выпуск новостей. Фотоэкспедиция на Мытищинский водопровод приурочена сразу к двум праздничным датам. Во-первых, в этом году исполняется 220 лет с момента запуска Екатерининского водопровода. Во-вторых, в феврале отмечается День экскурсовода. У всех участников мероприятия был шанс не только пофотографировать уникальный объект, но и узнать интересные исторические факты, изложенные известным краеведом Сергеем Егоровым. На базе этого исторического объекта, уникального, которому уже больше 130-140 лет, в общественной палате городского округа Мытищи удалось создать очень интересный музей. Это музей и под открытым небом, это и демонстрационные залы со стендом, описывающие историю Екатерининского Мытищинского водопровода. К сожалению, сейчас в силу ряда обстоятельств этот музей не работает, но мы надеемся, что в ближайшие годы он будет открыт для широкой публики. А пока объект находится вне зоны доступа, фотографы не упускают возможности найти интересные ракурсы для съемки, чтобы поучаствовать в конкурсе, который ежегодно проводит общественная палата городского округа. Фотопроект будет представлять собой ряд фотоэкспедиций, мастер-классы от известных фотографов, а также фотоконкурс и акцию по посткроссингу. Это первая встреча мытищинцев в рамках этого проекта. Впереди их ждет целый ряд фотоэкспедиций, а также мастер-классов с известными мастерами кадра. А уже осенью жители смогут увидеть лучшие работы на посткроссинге «Открытка из Мытищ». Татьяна Горностаева, Первый Матищинский. А теперь о спорте. Соревнования по стрельбе среди общественных и муниципальных организаций прошли в клубе «Калибр». За звание самых метких боролись четыре команды. Общественная палата, опоры России, МФЦ и нежный бизнес. Кто стал победителем, узнаем в сюжете Алексея Попова. Ставим магазин, высылаем патрон в патронник, формируем хват и, собственно, огонь. Перед началом соревнований по стрельбе каждый должен пройти инструктаж по обращению с оружием. Самое главное правило – к нему нужно относиться всегда как к заряженному. Когда берем любое оружие в руки, ни в коем случае нельзя его брать пальцем за спусковой крючок. Оружие всегда направляем только в сторону мишени. Самое главное – с оружием назад не разворачиваемся, потому что сзади у нас всегда есть люди. Независимо от того, сколько людей стреляет, один человек или пять в галерее, если слышат все команду «Стоп», она касается абсолютно всех. Средства защиты, очки и наушники должен надеть каждый – и стрелок, и зритель. Чтобы в глаз не прилетела гильза, а уши не оглохли от громких выстрелов. Соревнования по стрельбе второй раз проводит Матищинская общественная палата. В этом году в турнире приняли участие четыре команды – опоры России, МФЦ, Нежный бизнес и сами организаторы. По состязаться в меткости пришло большое количество представительниц прекрасного пола. Вроде как бы спорт-то по сути не женский, но сегодня было принято решение, что от нашей организации участвуют девушки. И я думаю, что, видя по мишеням, результат довольно неплохой. Каждому дается три пристрелочных, чтобы почувствовать оружие. Ну что, довольны своим результатом? Нет, ну это только пристрелка была. Дальше все будет лучше, но этот результат достаточно неплохой. То есть здесь почти десятка. Мои ощущения просто непередаваемые, потому что я впервые в жизни стреляю и всегда боялась оружия. И попала в десятку. Мне кажется, это какой-то знак. После пробных выстрелов следующие десять идут на результат. Чтобы условия были равными, всем раздали пистолеты одной марки – ГЛОК-17. Самое сложное – это соединить мушку с целью. Это очень сложно. Руки дрожат. И чем дольше целишься, тем больше дрожат. Самое интересное – когда даже умеют человек стрелять, и всю жизнь стрелял, и оно все время волнительно. Результаты представителей каждой команды суммируются. И таким образом побеждают те, кто выбил больше очков. По итогам соревнований третье место заняла общественная палата. Серебро ушло МФЦ. И первое место – опора России. Женщины доказали, что стрелковый клуб – это не место для стереотипов. И они – совсем не слабый пол. Впереди длинные выходные. Программа «Жители Мэтич» ждет насыщенное. Это патриотические концерты, спортивные турниры, посвященные Дню Защитника Отечества. О том, как провести пятницу, субботу и воскресенье, смотрите в нашем еженедельном дайжесте. В День Защитника Отечества в Мэтичинском центре «Единоборств» состоятся сразу два состязания в 11 утра. Это турнир по греко-римской борьбе, а также соревнования по быстрым шахматам. Какой же праздник без спорта? К 23 февраля для жителей и гостей округа подготовили мероприятие «Разрешите поздравить». Оно пройдет в пятницу, начало в полдень. В парке всех ждет концерт губернаторского оркестра Московской области. Там же будет работать тематическая фотозона и выставка «История танка Т-34». Семьи с детьми приглашают побывать на мастер-классах и сделать поздравительную открытку для папы и дедушки. Гости увидят выступление клуба исторической реконструкции, а после смогут подкрепиться солдатской кашей из полевой кухни. В Мэтичинском лесопарке для самых активных и смелых гостей пройдет игровая программа «А ну-ка, парни!» и стратегический квест «Аты-баты! Будь солдатом!». А в парке Яуза можно поучаствовать в спортивном турнире «Богатырская сила» и в акции «Письмо на фронт». Концертная программа «Хора ветеранов», посвященная Дню Защитника Отечества, состоится в Малом зале Дворца культуры Яуза. Начало в 14.00. Песни о России и Малой Розе не ждут любителей живого исполнения. Будет работать пункт сбора гуманитарной помощи. В субботу, 24 февраля, начнется с первенства Московской области по самбо среди юношей и девушек 14-16 лет. Место встречи – спортивный комплекс «Строитель». Начало в 11.00. Приходите поддержать начинающих и опытных участников соревнований. А в 13.00 на арене Мэтища стартует Международный фестиваль боевых искусств «Кубок равноапостольного» Николая Японского. В этом году на нем будет представлено 17 видов единоборств, а также пара карате. Программа запланирована обширная. На открытие пройдут встречи с известными мастерами, показательные выступления, мастер-классы, выставки, круглые столы и пресс-конференции. Также будет работать пункт сбора гуманитарной помощи. Не пропустите. В 2 часа дня в Культурно-информационном центре Леонидовка состоится патриотический концерт хора ветеранов. Он будет называться «России славные сыны». В программе песни военных лет, композиции о России и Подмосковье, популярные романсы из советских кинофильмов. Спортивное воскресенье начнется в 10 утра в Матищинском центре единоборств. Первенства по силовому многоворью также посвятят Дню Защитника Отечества. Выбирайте мероприятия по душе и проводите время с пользой. На сегодня все. Спасибо, что были с нами. Напомню, смотреть наши новости можно в Телеграме, ВКонтакте и Одноклассниках. Берегите себя и с наступающими праздниками! Субтитры подогнал «Симон»! Добрый день, друзья! Сегодня мы пригласили вас всех для участия в нашем проекте «Нарисуй профессию родителей». Ваша задача – нарисовать ваших родителей за работой. Приступайте! Это моя мама. У нее большие голубые глаза, и она работает геологом. Я вырасту и стану дипломатом, как папа. Он ездит по разным странам и знакомит их с культурой нашей страны. Мои родители работают на корабле. Моя мама – повар, а папа – штурман. У нас свой цирк. Родители путешествуют с ним по всему миру. И когда они все объездят, то вернутся за мной. Употребляя наркотические средства, вы оставляете своих детей без родителей. Каждому ребенку нужна семья. Подумай о близких. МВД предупреждает. Это мошенники. Раздался звонок с неизвестного номера в WhatsApp? Кто-то настойчиво шлет сообщение в Telegram? Будьте бдительны. Это мошенники. Аферисты придумали новый способ обмана. Теперь своих жертв они ищут в мессенджерах. Только факты. За три месяца 2023 года в России заблокировано почти 100 тысяч телефонных номеров, которые использовали мошенники. Однако вычислять и блокировать звонки из мессенджеров пока не удается. Этим и пользуются аферисты. Как мошенники убеждают своих жертв? Вариант первый. Неизвестный представится лейтенантом полиции, следователем прокуратуры или майором ФСБ. Скажет, что звонит по зашифрованной линии. Будет убеждать, что ваши деньги под угрозой и нужно срочно перевести их на безопасный счет. На аватарке фото человека в форме или эмблема силового ведомства. Неужели это мошенник? Никаких сомнений. Запомните. Сотрудники правоохранительных органов, как и работники банков, никогда не звонят и не пишут в мессенджерах. А фото на аватарке – подделка. Вариант второй. Голос в трубке звучит зловеще. Вы подозреваетесь в госизмене. С вашей карты поступали денежные переводы врагу. Вам грозит огромный срок с конфискацией имущества. Запомните. Это мошенники. Их задача – напугать вас и заставить отдать круглую сумму. Сбросьте звонок и заблокируйте этот номер. Вариант третий. Звонок с портала госуслуг. Вежливый голос уверяет – ваш аккаунт взломан и вот-вот случится беда. На ваше имя оформят кредит, украдут все данные, зарегистрируют несколько сим-карт и используют их в преступной деятельности. Но злоумышленникам можно помешать, если заменить пароль и номер телефона на госуслугах. А собеседник подскажет, как это сделать прямо сейчас, под его чутким руководством. Запомните. Это мошенники. Их задача – получить доступ к вашему аккаунту на госуслугах, чтобы сделать все то, о чем они вам так подробно рассказали. Будьте бдительны. Мошенники придумывают все новые схемы обмана. Пугают уголовной ответственностью. Обещают баснословные выигрыши. Прельщают и легким заработкам. И все с одной целью – выманить у вас деньги. Не доверяйте незнакомцам. Не становитесь легкой жертвой аферистов. МВД предупреждает. Это мошенники. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.